Мы пригласили сегодня в студию кандидата медицинских наук, эндокринолога университетской клиники Московского государственного университета, научного руководителя клиника системной медицины, автора и ведущего телеграм-канала доктора Павлова Зухру Павлову. Здравствуйте, Зухра. Добрый день, друзья. Вы знаете, я очень хочу воспользоваться знакомством с вами обеими. Я знаю, что Олеся очень любит и изучает тему биохакинга и антиэйджинга. Я перекрещусь, помолюсь и попрошу вас, ребят, расскажите нам со слушателями. Это не ругательные слова, это не миф, это не шарлатанство. Вот как-то так. Олеся, тебе слово, пожалуйста. Ну, вообще, что называется, Бог его знает, кто что вкладывает в этот смысл. Вообще, люди всю жизнь хотели жить вечно, всю свою историю. Они хотели жить не просто вечно и, условно говоря, быть дряхлыми и так далее. Они хотели быть молодыми, красивыми, хорошо соображающими и так далее. И в итоге сейчас это вылилось в то, что есть сейчас огромное количество людей, которые называют себя биохакерами, которые читают разного рода литературу, каждый понимает его в меру своего образования, в меру своих умственных способностей и как бы пытаются что-то с собой сделать, чтобы вот жить хорошо, долго, качественно и так далее. Стас Михайлов, вон, помните, вокруг него Стас Михайлов вышел на сцену, ну, это было много, полгода назад где-то, может, не буду сочинять, вышел на сцену, и все поклонники – вау! И думают, ну, наверное, пластика. Нет, заявили, что это биохакинг. А что за биохакинг по-михайловски, мы не знаем. Поэтому мы очень хотим разобраться. Действительно он существует, Зухра? Ну, наверное, вот да, Зухра. Наверное, в основе каждого биохакинга здоровый образ жизни, прежде всего. Да, абсолютно правильно. Биохакеры – это люди, которые хотят не просто прожить там 120 лет, да, они хотят прожить их очень активно, не старее. Это вот главное, наверное, отличие этих людей. И они вкладывают в это очень много усилий. Это самые дисциплинированные пациенты, это люди, у которых никогда не стоит вопрос, сколько это стоит, им главное, сколько это даст результата, да, вот они готовы это в количествах каких-то измерять. И мне нравится работать с этими людьми, потому что доктор, как правило, всегда радуется успехом своих пациентов, как своим собственным, ну, во всяком случае, если он любит свою профессию. А с этими пациентами успехов бывает много. И Стас Михайлов, о котором вы упомянули, Мария, наверное, тут, если это действительно не пластика, то, скорее всего, это хорошая гормонозаместительная терапия, а биохакинг подозревает под собой в том числе и гормонозаместительную терапию. Согласитесь, вообще слово гормонотерапия и гормонозаместительная, она пугает. Женщин, конечно, пугает очень сильно, ну, потому что мы, у нас действительно вот этот возраст фертильности, деторождение, это всё завязано на гормонах. Мужики в этом ничего не понимают, махнут на вас сейчас рукой, скажут, Стас, ты вообще что-то... Вот объясните, пожалуйста, гормонозаместительная терапия касается любого пола, независимо от гендера. Нет, любого пола и для того, и для другого есть гормонозаместительная, гормонвосстановительная терапия. А зачем это организму? Он перестаёт вырабатывать нужные и в нужном количестве гормоны? Ну, вот самый простой пример – это очень распространённые заболевания щитовидной железы, когда у человека перестаёт вырабатываться по разным причинам, не только с возрастом, а, допустим, было аутоиммунное поражение, и ткань щитовидной железы пострадала настолько, что она не справляется с синтезом гормона тероксина. И тогда её замещают, эту функцию, приём таблетки один раз в день, и всё как бы хорошо и качественно. Чаще всего гормонозаместительная терапия у мужчин связана с возрастными изменениями. Ткань, продуцирующая тестостерон, перестаёт его продуцировать, и ему обоснованно назначают тестостерон в заместительную терапию. Скажите, они становятся импотентами, да, если тестостерон? Не только, да, потому что тестостерон, как и любой гормон, прозвучал вот так себе, да. А это, я обожаю, ценю из докторов, это апогей моего удовольствия. Я, конечно, имела в виду другое. Я хотела сказать, что не только сексуальная функция нарушается, она, кстати, может пострадать в последнюю очередь. К этому времени разовьются другие разные изменения, в том числе эмоциональные и интеллектуальные. Тестостерон же – это ещё очень хороший интеллект, и поэтому сексуальная функция может быть ещё на неплохом уровне, а вот КПД, если человек может его оценить, он может начать снижаться. И биохакеры не всегда, к сожалению, потому что действительно все пользуются разной информацией, не всегда обоснованно замещают гормональную свою функцию на синтетические какие-то варианты, потому что им кажется, что чем выше, ну, например, раз мы начали говорить о тестостероне, чем выше уровень тестостерона, тем лучше жизнь. На самом деле не так, природа в этом плане разумнее, и всё должно быть прежде всего в балансе, потому что если вы взялись замещать какую-то функцию или добавлять какого-то гормона, вы должны предполагать, что вы нарушите весь баланс всех гормонов, и что-то изменится так, как вам бы не хотелось. Поэтому супрафизиологические дозы того же тестостерона или других каких-то гормонов всегда имеют последствия, и чаще всего неположительные. Это что получается? Надо сдать всю картину, вообще все-все гормоны. Это вообще возможно? Да, это возможно, не обязательно их всех сдавать. Какие-то вещи понятны по косвенным изменениям, какие-то вещи обязательны для того, чтобы увидеть. И вообще тестостеронозаместительная терапия на уровне нормального тестостерона – это, ну, прям грубая ошибка, а она, к сожалению, совершается. Вот, тут вообще интерес к этой теме настолько велик, вот мне доктор Павлова разрешила поковыряться в итогах ее опроса, она вывесила у себя на канале опрос, собственно говоря, что интересует людей. И очень много было вопросов именно про тестостеронозаместительную терапию. То есть мужчины думают, что если им в какой-то момент начать колоть, и как бы они… Тестостерон. Тестостерон. Они вернутся, так сказать, в молодость, и все у них продолжится. Да? Я в аптеку, если что. Ну, вообще нет. Вам не надо. У меня муж. Ему тоже не надо без обследования. Нет, я, конечно, утрирую, но у мужчин, мы знаем, это болевая точка. Конечно, да. Это болевая точка. Поэтому, мне кажется, не лишним будет еще раз проговорить, с какого возраста, кому пойти, что сдать. И вообще, надо всем или не всем? С возрастом, конечно, у большинства людей тестостерон начинает снижаться, но он не снижается так, как любят об этом говорить. И мы очень часто с коллегами говорим, что нужно не только сдать анализ, его еще нужно сдать в правильной лаборатории, потому что ряд лабораторий его завышает, уровень тестостерона. Мне кажется, из такой любви к мужчинам, чтобы их не расстраивать. Вот правда, завышает. А часть лабораторий занижает. И пользуйтесь всегда проверенными лабораториями. У нас отличные государственные лаборатории, которые прекрасно делают свою работу, и вы не тратите там ни денег, ни времени, и не вводите заблуждения себя и врачей. Кроме того, чтобы сдать анализ, конечно, вас должен посмотреть доктор, потому что лечим мы не анализы, а человека. Доктор-эндокринолог или уролог. Чаще всего именно эти два специалиста занимаются гормонозаместительной терапией у мужчин и назначают ее по показаниям. Ну, в общем-то, собственно говоря, давайте вернемся к биохакерам. Главное, что хотят биохакеры, нормальные биохакеры, чтобы в тот момент, когда им придет в голову колоть себе тестостерон, отодвигался во времени. Все равно жизнь устроена так, что в какой-то момент гормонов у нас станет все меньше, меньше и меньше. Собственно говоря, продлить вот этот период активной жизни, когда все еще работает само. Вот мне в такой момент хочется привести пример. Была такая статья по окинавцам, то есть жителям японского острова Окинава. Что там было интересное, что там самое большое количество долгожителей. Но и не это меня удивило. Меня удивило, что в половине случаев после смерти, после ста лет, у большей части этих людей, там в половине случаев, не было обнаружено причина смерти. Представляете, какая блаженная смерть. Человек умирал здоровым, ну, что называется, счетчик остановился. Надоело. Да, клеткам надоело. Вот это как раз, наверное, приближено к желаниям биохакеров жить абсолютно здоровыми людьми до последнего дня. Это как голые землекопы какие-то. Голые землекопы, да. И сохранить до последнего дня функциональность всех своих тканей. И самое главное, посмотрите, мы ведь научились, да, с учетом появления антибиотиков, мы не умираем от инфекции. Хирургия не дает нам умереть от каких-нибудь там особенностей, там, не знаю, аппендицитов каких-нибудь или еще каких-то травм. Но мы стали доживать до Альцгеймера. Мы стали доживать до старческой деменции. То есть мы научились продлевать человеку жизнь, но эта жизнь никому не нужна. Качество недостойное этой жизни. Она просто вот себе уже, видимо, не в тягость, потому что эти люди не осознают никаких проблем, но в тягости очень окружающем. Поэтому биохакеры делают все, что только могут, чтобы сохранить это здоровье ментальное, физическое. И что мне не очень нравится. Вот у вас когда-то была заметка про известного биохакера, да, и он молодец. Он очень старается. Сергей Фаги. Сергей Фаги, да. Но он выложил всю свою вот эту вот схему, детальную схему приема лекарств. Я считаю, что эта штука опасная, потому что многие люди некритично относятся к таким вещам и тут же бросаются использовать все то же самое. Это абсолютно неправильно. И когда я людям не говорю, да, я категорически против лечения по интернету, только по той самой причине, что человек должен быть детально обследован, ему должно быть назначено именно его лечение после проведения определенного обследования. Я не услышала, ну, вернее, вы не успели сказать, во сколько лет мужчинам надо вот про тестостерон свой узнать, нужно им подкалывать или не нужно? Подкалывать. Я из этих, ну, какие-то женские деформации. Ну да, да, да. Сегодня был пациент, который сказал, что, занимаясь в спортзале, ему один из тренеров сказал, слушай, тебе сколько лет? 40 есть, всё, начинай подкалывать тестостерон. Всё, критерием явился возраст. Как ботокс. Да, как ботокс, точно. Какой замечательный. По-моему, ботокс в 40, это уже поздно, ботенька. Поздно. Да, вот мужчинам, нет, конечно, мы знаем, что с 35 лет в среднем у каждого мужчины начинается снижение уровня синтеза тестостерона где-то приблизительно на 2% в год. Но исход всегда очень разный. У одного человека в 20 лет тестостерон в среднем 25, а у кого-то он изначально 15, и это был максимум. И, естественно, снижение тоже будет на разных уровнях. Поэтому, конечно, хорошо бы знать исход. И тогда, когда мы знаем, что у человека в 20 лет было 25, а, допустим, в 40 мы видим 8, мы понимаем, что произошло что-то другое, кроме возраста. Например, ожирение, потому что в жировой ткани мужской тестостерон конвертируется в эстрадиол. В женский. Ну да, да, это так. Да, вообще начинают выделяться женские гормоны и расти грудь. Точно, именно так. Сам наутро бабы стол. Олеся, осторожнее, у нас мужчины на проводе. Я надеюсь, это вырезать. Опасно! Вырезать. Конечно, мы условно разделяем на мужские и женские гормоны, потому что у мужчин есть эстрогены и тестостерон. Всё важно, важна пропорция. У мужчин больше тестостерона, у женщин больше эстрогенов. Так вот, когда мы обследуем человека, мы никогда не смотрим только тестостерон. Мы смотрим и глобулин, такой белок, переносчик тестостерона. Опять же, если мы видим высокий уровень этого переносчика, он называется ГСПГ, глобулин, связывающий половые гормоны, то это не значит, что тестостерона достаточно, даже если его 20, допустим. Он может не оказывать никакого действия, и тогда мы не добавляем тестостерон, потому что он ещё больше будет связан. Мы решаем проблемы с печенью и с питанием. А в каком возрасте уже поздно становиться этим биохакером? Биохакером ни в каком, на мой взгляд, не поздно. Но просто чем лучше точка отсчёта, тем больше шансов жить очень качественно. Потому что если человек пришёл с диабетом и длительно протекающим диабетом, мы понимаем, что часть функций будет утрачена. Наступили какие-то органические изменения. Но это всё равно не приговор. Чем раньше человек начнёт, тем лучше. А биохакеры – это, конечно, люди, которые занимаются профилактикой. Поэтому это самая такая благодатная и самая интересная аудитория, потому что для врача это не самая благодарная история. Вот представьте себе, к вам пришёл человек, которого вы избавили от боли, от мучений и так далее. У вас большой авторитет, вас любят, ценят, человек знает, от чего избавили. А когда к вам приходит человек, и вы ему говорите, у вас преддиабет, вы договорились, он изменил своё питание, всё изменилось, всё хорошо. Вы очень рады, что вы его упасли от массы проблем. Но он и так не понял до конца, от чего его спасли. Это, что называется, только улучшает карму доктору, но никак не прибавляет в глазах пациента авторитета этому доктору. Как правило, так. Да, так вот. По поводу того самого тестостерона. Кроме того, что мы смотрим просто общий тестостерон, анализы всегда сдаются натощак. Мы смотрим глобулин, связывающий половые гормоны. И мы должны посмотреть то, что ещё производится из тестостерона. А из него ещё производится два очень важных гормона. Это эстрадиол. И это как раз история происходит в жировой ткани. Поэтому чем больше у мужчины жировой ткани, особенно висцеральной, тем меньше у него может быть тестостерона. И ещё дегидротестостерон производится. Поэтому я всегда смотрю комплекс. Мне очень важно увидеть всю эту картину. И тогда я понимаю баланс гормонов этого человека. Тесно всё в жир упирается, заметили? Висцеральный, друзья, это внутренний жир, который сдавливает ваши органы. Не даёт крови нормально циркулировать. Он вообще может быть невидимым. Вы можете быть худым, жирным. Есть такое словосочетание даже у диетологов. Да, абсолютно верно. Но в целом, я так понимаю, что часики-то тикают. Надо прямо сейчас бросать всё и начать заниматься собой, если хочешь жить долго и счастливо. Да. И умереть от скуки. Лучше всего для пациентов – это профилактика. Про женщин давайте поговорим. У мужиков тестостерон. Ну, это понятно. Это всё самое главное. А что у нас? У нас всё то же самое, только пропорции другие. Нам хочется сохранить хороший уровень эстрогенов. Нам это очень важно. Это не только, опять же, полезно для нашей головы. Это ещё очень важно для нашего внешнего вида. Но тестостерон нам важен не меньше. Потому что, допустим, качество кожи, оно определяется балансом тестостерона и эстрадиола. Эстрадиол даёт такую мягкость, бархатность, красоту. А упругость и отсутствие морщин – это всё-таки в большей степени тестостерон, потому что он способствует таким процессам синтеза того же коллагена. Главное, чтобы ещё поступал этот белок к вопросам о вегетарианцах или веганах. Чтобы было достаточное количество белка и животного, и растительного. И тогда при наличии сырья и правильном балансе гормонов человек будет красив и внешне, женщина в том числе. Поэтому мы не исключаем анализы тестостерона и у женщин. Что хотела бы сказать большое спасибо всемирному, обществу эндокринологов и Министерству здравоохранения Российской Федерации. В том числе в 2013 году нам официально разрешено смотреть уровень тестостерона у мужчин с ожирением. Раньше это надо было говорить, говорить пациенту, что вам нужно сдать, вам нужно за это доплатить. Теперь страховые компании не будут выкручивать доктора руки. В общем, это включено. Это включено, да. Все осознали, что это важно. Знаете, на чью я сейчас фотографию смотрю? Да, нет. Я вам скажу. Стаса Михайлова? Нет. Леся. Это в прошлом, это уже прошлый блог. На фотографию Павла Дурова. Да, есть такой молодой человек. Вы только что сказали. Да, да, да. Ну, это основатели, создатели ВКонтакте, Телеграм. Ну, он прекрасен, конечно, внешне. Не поспоришь. Да. И вот он вегетарианец. И год полтора-два назад интернет буквально сотряс список буквально семи пунктов, что входит в чёрный список Павла Дурова, да. Алкоголь, ну, это понятно, наверное, всё-таки большое количество. Поддерживаю. Таблетки нельзя пить или другие фармацевтики. Мясо животных. Я сейчас не буду говорить про никотин, чёрный кофе, зелёный чай энергетики, фосфор, сахар. Это понятно, но мясо животных и таблетки. Вот мы сейчас же об этом и говорим, да, и белок, чтобы коллаген, да, поддерживаете, и таблетки, потому что я не знаю, что из того, что мы перечисляли, может быть в таблетированной форме, но тем не менее врач – это фармакология, и это рука об руку идёт. Прокомментируйте, пожалуйста, потому что на него смотришь и думаешь, он прав, он такой прекрасный. Он правда прекрасный. Это невозможно, я закрою эту фотографию, рассказывайте, пожалуйста. Ну, вот смотрите, если человек изначально нездоров, то ему, в принципе, нельзя обойтись без таблеток, да, не берём эти крайние ситуации. Если человек здоров, то правильный образ жизни, конечно, практически уберегает его от потребления каких-то медикаментов. Но чаще всего людям нужны не медикаменты, а именно биологически активные добавки. Могу объяснить, почему. Вот смотрите, когда на примере, допустим, питания. Красное мясо в большей степени демонизирует в связи с полуфабрикатами. Когда говорят, что красное мясо – это канцерогены, то это не так. Это может повышать риски онкологических заболеваний, когда мясо жарят, когда мясо в виде сосисок, сарделек, колбас и так далее, потому что там нитраты и нитриты. Они там для того, чтобы уберечь человека от тех же клостридий, то есть от инфекций, туда добавляются, потому что мясо – это прекрасный питательный субстрат. И чтобы там отлично себя не чувствовала патогенная флора, туда добавляют нитраты. А нитраты с нитритами потом уже способствуют образованию так называемых конечных продуктов. Гликирование, у меня это всё описано в моих соцсетях, кому интересно, почитайте. Вот, собственно, конечные продукты гликирования – это то, что способствует канцерогенезу. И красное мясо вредно только тогда, когда оно вот с этими нитратами, когда его жарят, когда его готовят, к сожалению, на гриле. Сейчас многих людей разочарую. Да, стык скровую, я ж… Да, на полную сожалению, к сожалению. У меня тоже с этим проблемы, тоже с шеей начинает варить. Скучно, это варёная серая говядина? Нет, это полезно. Нет, она вкусная, кстати, правда, она вкусная, слава богу. Я вела с овощами, да, да, сальцы туда, как говорит Мадидуля, сальцы военные. Так вот, когда температура выше 150, это и повышает количество конечных продуктов гликирования. Они, собственно говоря, укорачивают человеку жизнь, действительно уменьшают продолжительность жизни, они способствуют развитию ожирения и онкологии. Дальше. Когда мы думаем, что мы можем получить все полезные микроэлементы из растительной, да, какой-то продукции, тут нас тоже ждёт неприятность, потому что, давайте вспомним, как раньше происходило. Вот даже берём просто природное явление. Яблоневый сад. В этом году он вам принёс много урожая, в следующем году яблок будет минимум. То же самое происходило и с всякими посевами. Я не агроном, но я это точно знаю, что вот сегодня поле засеивали, а в следующем году эта часть поля отдыхает, а следующую засеивает. Да, под паром называется. Да, она обогащалась, эта земля. Сейчас никто не ждёт никаких обогащений, просто удобряется земля азот, содержащими этими самыми удобрениями, а азот, содержащие удобрения, изнашивают эту землю, и в этих овощах нет всех тех микроэлементов, которые там должны быть, и откуда вы их получите, если не из того же поливитаминного комплекса? Землю, на которой выращивают овощи, не держат под паром. Для тех, кто не знаком, это значит, год отдыхает земля, на втором поле сеем, потом меняем. Сейчас её удобряют и тут же на этом поле используют. И из-за этого нет наполняемости природной, заложенной, вот тех овощей и фруктов микроэлементами и витаминами, которые должны там быть. Где мы их, соответственно, возьмём? Ешь, не ешь, там их не будет. Где, если не в баночке с поливитаминами? Но вы же знаете, что вы сейчас восстали против такого количества медиков, которые говорят, бады, бады вы что, это просто выброс денег. Вы, у вас мочу только дороже, ваши моча стали только дороже, да? Вы прокомментируйте, потому что они здесь находились, в этой студии. Да, я знаю, господи, я же каждый божий день в этом телеграм-канале, и в Инстаграме вижу такое количество гневных комментариев от, скажем, ну, таких достаточно простых до угроз и ещё чего-нибудь. Меня это не сильно пугает. У меня хорошая платформа под ногами, называется она «Физиология». Поэтому меня не пугают эти вещи, я готова дискутировать, но, как правило, спорить с людьми убеждёнными, особенно если ещё они непрофессиональные. Знаете, есть такое выражение «воинствующие непрофессионалы», оно бессмысленно. Поэтому я всегда привожу такой пример. Все наверняка помните, кто жил в другие времена, когда у вас дома оставался один какой-нибудь там огурец в холодильнике, да? Что с ним происходило? Он засыхал, он просто мумифицировался, он становился таким сухоньким, морщинистым, никаким. Ну, огурец. Как интересно, один, если только. А если их много, они гниют же обычно. Нет, а вот как раз гниют они сейчас. Это один из показателей большого количества нитратов в этих самых корнеплодах, овощах. Запустишь руку, а она там чавкает. Да, вот это вот и говорит о том, что очень много азотсодержащих удобрений. То есть даже овощи и фрукты изменили свою биологию. Да, яблоки, они же не откусишь, а оно не желтеет, точнее, не ржает. Молоко не скисает, а горчить начинает. Я уже, видите, на белковую пищу перешла. В общем, да, есть проблемы. Иначе, говоря современному человеку, которому говорят правильно, питайся, пожалуйста, и там всего достаточно, невозможно, питаясь, получить, как правило. Если только у вас нет своего огорода, то есть если вы не на самообеспечении, то эта проблема сейчас решается сложно. Ещё очень много бывает таких вот постов, статей от людей, которые занимаются борьбой со старением. Они часто приводят статистические данные, какие-то клинические исследования, которые показывают, что использование такого-то витамина не продлило никому жизнь, а использование, не знаю, омега-3 тоже не добавило десятилетий человеку. А вот этот вот витамин А, он вообще канцерогенный недавно? Ну, в больших дозах, да. Так вот, я всегда говорю, давайте, очень важно, конечно, количество лет прожитых, но ещё важнее качество прожитых этих лет. И если человек живёт в гиповитаминозе, или если человек не использует в своих добавках той же самой омега-3, против которой сейчас тоже огромное количество противоречивой информации, то здесь очень сложно не то чтобы противоречить, нет желания с этими людьми вступать в какие-то споры, есть такая наука биохимия, так вот и та же физиология. У нас омега-3 не вырабатывается в собственном организме вообще ни в каком количестве. У нас есть условно заменимые аминокислоты, незаменимые. Вот омега-3 ни в каких количествах никогда. И если она не поступает с пищей, то её ниоткуда взять. Но мы с вами не живём ни на море, ни на океане. Ну, как рыбку слабо-солёненькую. Ну, да, вы думаете, там осталась омега после того, как она путешествовала? Да, вот это меня, конечно же. А ещё у нас очень часто под видом морской рыбы продаётся рыба, выращенная в Подмосковье, допустим. Да, там дорада, но она выращена здесь. Или там какая-нибудь сибас тоже выращена здесь. Вы сейчас взяли и мой мир просто перевернули. Я очень извиняюсь. Сибас в Подмосковье? Ну, растится некоторая часть морской рыбы где-то вот никак не в море. Да, и кормится она специальными комбикормами. А омега вырабатывается только тогда, когда рыба ест морские водоросли. Дикая рыба. Да, причём желательно из глубоководных таких северных морей. Вот тогда это полезная будет омега. Поэтому спориться с новыми бессмысленно. А клиническое исследование, я всегда говорю, сегодня вышло одно, завтра выйдет другое. И, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше бывает доверия. Да, метаанализы ещё как-то вызывают у нас доверие. А клиническое исследование иногда продиктовано чьей-то необходимостью. И мы не всегда можем этому доверять. А вот доверять науке мы можем. Если мы знаем, что омега нужна, то она нужна. И если вы пьёте омега? Конечно. Я пью целую пригоршню витаминов, которые, между прочим, мне прописали. То есть я перед этим прошла тщательное исследование, пью витамины, пью все добавки. И так у меня продолжается уже больше 10 лет. И всё время проходит разное... Как вы чувствуете себя? Мне кажется, я чувствую себя отлично. И выглядит совершенно не на свой возраст. Ну, это потому что она ведьма. Это все из адского дома известно. Я про курс-малденцев уже молчу. Подождите. То есть мне же не надо к врачу идти и вести своего ребёнка, там, школьного возраста, младшего, чтобы давать ему, как мне бабушка в детстве, рыбий жир. Ну, то есть это и есть омега, да? Вот смотрите, какая была гениальная эта история с рыбьим жиром. Мне очень это дело импонировало, потому что вообще, кстати, советские врачи победили йододефицит, и у нас перестали рождаться дети с кретинизмом, и зобов уменьшилось. В 70-х годах они констатировали победу над йододефицитом. Что было сделано? Всего-то была ядирована соль. И с 70-го года перестали на эту тему обращать внимание, потому что победа была достигнута. А вот в 90-е годы как-то это всё ушло на задний план. И вот с 90-х годов даже самые влиятельные эндокринологи, по типу там Мельниченко, Галина Афанасьевна, не могут никоим образом помочь нашей Государственной Думе принять закон о ядировании соли. Подождите, вот эта соль, которая стоит, она ядированная. Только это так смешно, потому что йод испаряется, как только вы солите пищу. Нет, 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 с йодом всё похитрее. Во-первых, вы сами покупаете ядированную соль, да, если хотите. А вот на государственном уровне никто не ядирует соль. Всё не ядирует. Это не разводка? Ну разве йод не летучий в средине, который пока... Нет, он летучий только тогда, когда вы готовите, то есть при высоких температурах. Вот тогда он у тю-тюка... Вот тогда он улетучится. Если вы досаливаете готовую пищу, то никаких проблем не происходит. Поэтому надо солить готовую, нам говорят. Ну хорошо, про омегу-3 выяснили, про тестостерон... А давайте ещё про D3 поговорим. Давайте, вот D3, важнейший витамин, который... Сейчас все носятся с ним. Солнца мало кричат, детям надо давать, особенно в средней полосе, не те, кто на юге. И дают, и не идут к врачам. А излишек витамина D3, это опасно для здоровья. Для всего опасно. Самое главное, я всегда повторяю, это баланс. Поэтому, особенно вещества, которые имеют какие-то большие влияния на организм, они всегда и в избытке, и в дефиците, они всегда очень опасны. Так вот, D3 – это предшественник гормона, очень важного. Любой гормон всегда оказывает воздействие на весь организм. У него нет одной точки приложения. Поэтому D3 должен быть на хорошем уровне. Почему его мало в нашей стране? Почему в Советском Союзе вот эта ложка рыбьего жира, она подразумевала и омегу, и D3? D3 у нас в нашей стране выработать очень сложно. И даже в Сочи мы находимся не на той широте, не на той параллели. И высота солнцестояния, то есть луч падает под определенным углом, и либо он способствует выработке D3, либо не способствует. Один момент. Второй момент. Мы все одеты, и мы все в помещениях. Следующий момент. Как только ваша кожа окрасилась в тёмный свет, она больше не вырабатывает D3. Поэтому почему в Африке такое количество дефицита D3, рахита и прочих проблем? Четвёртое. Мы наверняка, ведь знаете, у кочевников было не принято мыться. В Европе было не принято мыться, потому что там, когда их окропляли святой водой, они боялись, что она уйдёт, и там люди не очень часто мылись. Кочевники не мылись, считалось, что они так смывают счастье. В принципе, когда мы с вами каждый день принимаем душ, тёплый, никто не моется под холодной водой, да ещё и всякими химическими средствами, мы вымываем всё это кожное сало, а оно, собственно говоря, источник нашего D3. Поэтому шансов выработать D3 у современного человека практически нет. По уровню D3 надо ли идти к врачу и узнавать, нужен или не нужен? Мы можем озвучить, но в норме от 30 до 100 нанограмм на миллилитр, и не надо стремиться к цифре 100, если у вас 50-60, это отличная концентрация D3. Это анализ, анализ на D3. Конечно, анализ крови, да, простите, для меня это всё как бы естественно, надо же проговорить. Это кровь, которая сдаётся утром, не обязательно, на самом деле, в отношении D3 натощак, но, как правило, никто же не идёт сдавать один D3 в комплексе, и для других каких-то параметров это уже очень важно, быть натощак. Итак, подведём итог. Биохакинг и антиэйджинг – это не ругательные слова, это не миф и шарлатанство. Это, в первую очередь, ну, если вы не слышали, я надеюсь, я вас сейчас не разочарую, забота о здоровье, и в силу того, что наше питание не даёт нам полноценного набора витаминов и микроэлементов, это, конечно же, ещё и употребление поливитаминов и гормонозаместительной терапии. Да. Доктор Павлов, я всё правильно, да, подытожила? И для мужчин, в первую очередь, гормонозаместительная терапия – это тестостерон, и нужно только… Не обязательно. Да, и не обязательно, если у него хороший уровень своего тестостерона, или если вы привели его тело в порядок и восстановился синтез, потому что возраст ещё позволяет, то это вообще самая лучшая терапия, какая может быть. Спасибо. Спасибо вам, друзья. Спасибо, друзья. Леся Носова, главный редактор сайта КП.ру, Зухра Павлова, кандидат медицинских наук, эндокринолог, и я, Мария Баченина, и это был Здоровый раз.